Всем привет! Сегодня слушал довольно долго одну из самых любимых моих групп. У меня любимых групп много, поэтому слушал сегодня Grateful Dead, например. У меня его много. Недавно про Боба Дилана я тут вещал что-то. Есть такая замечательная пластинка Dylan and Dead, разруганная, удивительная история, разруганная всеми критиками абсолютно. Все критики поголовно считают ее самой плохой пластинкой рок-н-ролла вообще из всех. Ну, может быть, не самой, но одной из самых. А все слушатели поголовно, все любители Боба Дилана, все любители Grateful Dead и просто случайные люди, так сказать, которые не виснут ни на Боби Дилана, ни на Grateful Dead, когда этот альбом слушают, говорят, какой кайф, какая отличная пластинка. Вот так бывает. Но о ней речь пойдет в другой раз. А сегодня речь пойдет вот об этих двух замечательных историях. В первую очередь, конечно, это American Beauty. Это, наверное, вот действительно одна из лучших пластинок Grateful Dead. Одна из лучших. Это просто бренд. Вот когда речь заходит про Grateful Dead, всегда вот бац, American Beauty. Это действительно шедевр. Как ни посмотри, с какой стороны ни подойди, в какую сторону ни поставь пластинки, все равно получится шедевр. Это замечательная вещь. Но при этом надо заметить, что Grateful Dead – группа электрическая вообще-то. И большинство их альбомов, да практически все, кроме, наверное, вот этих двух и еще пары концертов, они жестко электрические. Grateful Dead – очень громкая группа. В свое время у них был спонсор, который занимался несколько противозаконной деятельностью, но имел достаточно много денег. И он купил им студийное оборудование, которое звучало громче всех в Соединенных Штатах Америки. Концерты Grateful Dead были самыми громкими, невероятные по децибелам просто было давление у этой замечательной группы. Несмотря на то, что вот эти две пластинки, они как бы фолк, как бы кантри, как бы фолк. Все остальное очень громко. Хотя музыка достаточно прозрачная, вроде бы, когда ставишь пластинку, она прозрачная, нежная, спокойная, мягкая, но электрическая сугубо. Особенно последние их пластинки, там просто все как надо, перегруженные гитары, все это самое есть, все. Две ударных установки, все как надо. Хотя музыка все равно не этот самый, не вот этот жу-жу-жу-хард-рок. Но дело не в этом. Первые три альбома Grateful Dead, которые я представлю как-нибудь в другой раз, потому что это отдельная совершенно история, это самое что ни на есть упоротая, удолбанная, поднимающаяся в космос и залезающая в шахту психоделия. Психоделия, психоделия, как хотите, называйте. Их можно поставить в один ряд, там с Амандюл 2, с такими вот метрами, с Хоквинд где-то местами. Хотя Хоквинд, они более, конечно, они более рок. А Grateful Dead, первые три альбома, они более психоделические. Они совсем такие, совсем просто. Ну, где-то, может быть, с ранним Pink Floyd, где-то. Хотя, может быть, многие не услышат сходство, но оно там есть. В общем, это чистый полет, такой психоделический, такой трипово-кислотный, такой вот... Ух, какой! Улетишь и не вернешься, что называется. Ну, третий альбом под названием Ауксомаксова, он не принес ощутимого дохода ни музыкантам, ни компании. Первые два нормально все было, а третий он как-то так немножечко просел, а запись обошлась довольно в большие деньги, потому что очень много эффектов, очень много там электрических всяких на тот момент времени. Новшеств, вот эти вот всякие там генераторы, всякая такая вот история. Несмотря на то, что все-таки это рок-группа, это не электронщики, не крафтер какой-нибудь. Ну, стоило это довольно дорого, а пластинка как-то так просела. Помимо этого, у Great Full Dead были неприятности, связанные с полицией, потому что они не полиция, а они, музыканты, употребляли различные вещества, запрещенные к употреблению и распространению. Поэтому неприятности были достаточно серьезные. Ну и вообще, времечко было не самое лучшее, потому что эпоха хиппи закончилась довольно бесславно и трагично, со смертями, с арестами, с общим разочарованием. Ну, фестиваль Валтамонти вы все помните, конечно, хотя и не были там, там где убили несколько человек, ангела ада. Great Full Dead там должны были выступать, но не выступили, улетели на вертолете, когда увидели тот беспредел, который устроила охрана в лице ангела ада на этом фестивале. Просто сели в вертолет, улетели. В общем, все было плохо со всех сторон. Были долги перед студией звукозаписи, настроение было поганое, полиция, суды, вот эта вся хрень. В общем, одна дорога была развалиться, уехать на ферму куда-нибудь, пережить суды и заниматься каким-нибудь другим делом. Но музыканты на то и музыканты, таланты на то и таланты, чтобы двигаться вперед. И группа двинулась вперед совершенно неожиданным образом, очень рисково, потому что армия поклонников была заточена на психоделический Great Full Dead. Они первыми устраивали, кстати, то, что называется рейвами. Вот эти рейвы проходили в огромных ангарах, куда ночью набивалось большое количество молодежи, употребляли всякие изменяющие сознание вещи, и Great Full Dead рубили свою психоделическую музыку. То есть такое было рейв, рейв-пати. Еще в 67-м, 68-м, 69-м годах. Так что вот эти все рейвы наши, это такое бледное эхо того, что происходило в Калифорнии в конце 60-х годов. Но группа вот эта психоделическая, триповая, вдруг возьми, да и заиграй, фолк и кантри. Вот вышла вот эта пластинка замечательная в 70-м году, Walking Man's Dead. Все ее, конечно, раскупили сразу же, хипаны. Сейчас будем торчать. А тут начинается песня Uncle John's Band, и начинается она, если вы помните, песню Бориса Гребенщикова «Спи пока темно». Но здесь вот эта музыка играется на акустической гитаре просто. Вот это вступление страшно похоже на мелодию песни «Спи пока темно». Видимо, Great Full Dead с Пёрли. Но после вот этой музыкальной фразы, первой, которая похожа на группу «Аквариум», вдруг взрывается трехголосие хора, а-ля «Кроссби Стилс Нэш Янг», только, на мой взгляд, лучше, потому что «Кроссби Стилс Нэш Янг» там при всех кайфах, при всем том, что невероятно все здорово, там какой-то такой налет, налет коммерции такой вот он присутствует. Особенно в первом их альбоме. Его называли просто музыкой для парикмахерских, первую пластинку «Кроссби Стилс Нэш». Собственно, когда Янг там подключился, там уже пошло немножко по-другому. И начинается такая фолковая история с прекрасным трехголосьем, двухголосье, трехголосье, один голос, три голоса, все это вот так меняется. И мелодия, как всегда у Great Full Dead, она абсолютно непредсказуемая. Как один музыкант хороший сказал, если вы, допустим, никогда не слышали Great Full Dead, кто-то включает музыку в гостях, вот вы сидите, кто-то включает музыку, вы слушаете и понимаете, что группа вообще ни на что не похожа, ни на кого не похожа, то это будет Great Full Dead. И вот это Uncle Jones Band, прекрасная идет, прекрасная такая фолковая штука, очень здорово. Higher Time ее продолжает. Die Wolf, вдруг начинается чистая кантри, причем такое очень серьезно сыгранное, очень здорово. New Speedway Boogie, пошли Boogie, тоже с налетом фолка, что называется, но Boogie на блюзовой такой крепкой основе, так все здорово, но фолк, все равно это, все равно это не психоделия, ничего такого. Camereland Blues, понятно по названию, Black Peter, очень красивая штука просто, Easy Wind, длинная пьеса, вот эта вторая сторона, она вся вообще на блюзе засажена, засажена, просто засажена в блюз, но блюз такой, начинается блюзовый, блюзовый такой вход, бьезд, первые четыре такта играется в блюз, а потом мелодия уходит куда-то в такой, в свободный фолк, ну, не импровизационный, а четко прописанная мелодия, но она разрывает рамки блюза и пошла гулять уже в какую-то другую сторону, совершенно так неожиданно, так интересно. Ну и последняя песня Кейси Джонс, она просто веселая, кайфовая, на концертах постоянная группа играла потом, очень запоминающаяся, очень классно все. Это Walking Man's Dead, но ровно через 9 месяцев вышел вот этот грандиозный альбом, который просто, ну, в сотню лучших альбомов рок-музыки точно войдет, на мой взгляд. Если я начну подсчитывать и составлять там сотню лучших пластинок, то, конечно, это будет там, не знаю на каком месте, но наверняка будет. Тот же самый вроде фолк, но более жесткий, более электрический, звенящий металлом, таким, и вдруг воспоминания о той самой психоделее, от которой группа ушла, но психоделее не в смысле наворотов, звука, каких-то вот этих штук, а в смысле мелодии, в смысле какой-то такой плотности и неожиданных поворотов, опять-таки, гармонически-мелодических. Вот так вот я скажу. Но здесь достаточно... То есть все выстроено правильно. Все сделано так, как нужно. Две первых песни, Box of Rain и Friend of the Devil. Вот ставишь пластинку, начинается Box of Rain. Железный звук акустической гитары, железный звенящий звук электрической гитары, очень красивое переплетение вот этого всего. Ну, бас-барабаны, все понятно, тоже есть. Голоса, двухголосие, трехголосие, сольный голос, все вот это идет. И она такая затягивающая, как... Она, с одной стороны, такая болотная, а с другой стороны, воздушно-небесная. И она прямо в себя вот так вот втягивает эту песню, я имею в виду Box of Rain. Она настолько неожиданная и действительно уникальная. таких песен очень мало, которые прямо вот так вот в себя всасывают, раз, и все, и ты уже там. И ты уже эту пластинку купил. Поставил на полку и будешь ее слушать очень часто. Friend of the Devil это просто расслабон после Box of Rain. Очень красивая, нисходящая такая гармония. Достаточно простая. Сначала, потом, как всегда, уже непростая. Но уже все, ты уже там, ты уже в этой пластинке, и ни на что ее не променяешь никогда. Шуга Магнолия очень красивая, голосовая, тоже такая с голосовыми гармониями, навороченными. Очень здорово. Оператор, песня, которую они без конца потом будут играть на концертах. Бодрая, хорошая. Candyman. Просто красоты невероятные. 6,5 почти минут. Ну, уж не с половиной, я преврал 6 минут 12 секунд. И первая сторона заканчивается, и думаешь, ничего себе, как люди вот так вот сообразили, записали. Вроде бы фолк, вроде бы кантри-фолк такой, но как они к нему подошли, как они это мощно сделали, и так без этих усю-сюканий фолк, такой фолк, вот эти вот какие-то у костра там хипаны собрались, ничего подобного. Такой, такие мужики в студии, понятно, что оборудование, все это, и они такой вот, собственно, вроде и не рок, а вроде и так и плющит, просто плющит, просто кайф. Риппл на второй стороне мягкая, нежная, красивая баллада. Отдохнуть после вот этого, того, что плющит. Ну, плющит не тяжестью, не грохотом барабанов, а плющит просто вот неожиданными гармониями, и опять-таки общей плотностью звука, прекрасными вот этими вокальными историями. Здесь немножко передохнуть. Broken Down Palace, красивая очень вещь. Ну, на второй стороне мне очень нравится тракинг, конечно, последняя песня, пятиминутная, фаворит всех концертов Grateful Dead'а. Такое буги, с одной стороны буги, электрическое, а с другой стороны фок никуда не делся, он там все равно остался, он там все равно присутствует. И вот эти вот голоса, голос Джерри Гарсии, который всегда находился, он всегда пел точно, но такой голос на грани, на грани, на грани фальши. Вот такая вот эта грань, она с одной стороны не придерешься, все правильно, а с другой стороны вот он, ну, профессиональный вокалист, там преподаватель по вокалу сразу скажет, что ну, е-мое, ну, ну, подтяни чуть-чуть, ну, что же все время вот где-то вот висит на ниточке прямо вот этот голос, но он придает такую жизнь, я не оправдываю, не говорю, что это очень хорошо, но в пачке это слушается очень интересно, очень такая живость появляется, такая, такое настоящее, то есть люди не на продажу вышли петь эстрадную песню, а сели в студии и поют, хотя все, конечно, было гораздо серьезнее. Great Full Dead, American Beauty, шедевральная пластинка, пошел пить.